О самом интересном и важном в Нижегородском регионе расскажут журналисты областных телекомпаний. Смотрите выпуски новостей губернии. В Нижегородской областной детской клинической больнице завершен долгожданный ремонт клиника диагностического центра. Подписано еще одно соглашение между региональной избирательной комиссией и общественной палатой Нижегородской области. Пример проделанных работ – процедурный кабинет. Для удобства пациентов, для удобства медицинских работников, действительно по самым современным требованиям, можно обратить внимание, это вентиляция, которая на самом деле именно в таком виде у нас в КДЦ отсутствовала. Для удобства и по самым современным требованиям. Теперь так можно сказать про каждый кабинет нового корпуса. Кроме того, проект модернизации больницы предусматривает создание современной и максимально удобной инфраструктуры для оказания помощи детям. Это одно из важнейших направлений национального проекта здравоохранения. В стойкой регистратор мы учли и просьбы и пациентов, и просьбы медицинских работников. Было учтено и защитное стекло было поставлено. Тем не менее, пациенту тоже будет удобно сидя и посадить рядом ребенка и, соответственно, поговорить спокойно с медицинским работником. Все этапы масштабной работы контролирует правительство Нижегородской области. В корпусе обновили фасад и заменили кровлю, отремонтировали внутренние помещения, провожили и смонтировали все внутренние и наружные инженерные коммуникации. Внимание уделили и обновлению оборудования. На сегодня более 100 миллионов было потрачено именно на новое медицинское оборудование. Был закуплен новый рентген-аппарат, функциональная диагностика, УЗИ-аппараты, стоматологические кресла, да и много всего не перечислишь. На данный момент ремонт выполнен на 95%. Остались мелкие штрихи – расставить мебель, развесить указатели, провести финальную уборку. И совсем скоро новый корпус откроет двери для маленьких пациентов и их родителей. Служба информации Никита Григорьев. Эффективное сотрудничество подписано еще на соглашение между региональной избирательной комиссией и общественной палатой Нижегородской области. Так, согласно новому соглашению, общественная палата будет следить как заочным голосованием, так и дистанционным. В декабре 2017 года между общественной палатой Нижегородской области и избирательной комиссией Нижегородской области было заключено соглашение о взаимодействии по организации вопросов голосования и организации выборов. У нас сложились взаимные, конструктивные, очень эффективные отношения. Сегодня мы подписали соглашение о том, как мы будем друг друга информировать. Вот эта огромная машина, снабженная средствами наблюдения на участках, камерами в ситуационном центре, где мы ведем три дня это голосование, это совершенно уникальный опыт. Около 7,5 тысяч членов участковых избирательных комиссий проинформируют нижегородцев о предстоящих выборах. Половина из них уже прошли обучение. Так, обучающий семинар посетили участники проекта «Информ УИК» в Богородском округе. Всем членам участковых комиссий предстоит дойти до каждого избирателя, рассказать о дате и способах голосования, месте расположения и времени работы участков. Подомовые обходы пройдут с 17 февраля по 7 марта. В вечернее время по будням и в выходные в течение сегодня. Благодарственное письмо из рук губернатора получает Елена Лаврентьева, социальный участковый. Под ее контролем 55 многоквартирных и 50 частных домов на улицах Бикетова, Шорина и Пушкина в Советском районе. Для каждого жителя Елена и друг, и верный помощник. Благодаря ее чуткости во дворах и подъездах чисто, уютно и безопасно. Быть участковым – это просто круто, это супер, помогать людям – это просто здорово. За активность и неравнодушие свою награду получает и Валентина Кряжева, социальный участковый автозаводского района. Чаще всего жители обращаются к ней по бытовым вопросам, но бывают и просьбы, выполнить которые непросто. Одна из жителей обращалась с такой посьбой, как расширить Богородскую дорогу. Я говорю, ну там же у нас уже и биодук есть в сторону в этом, а еще хочется, чтобы дорогу. Все, даже самые непростые запросы, участковые берут на карандаш и передают в органы местного самоуправления. За почти год работы принято более 125 тысяч обращений. Вы превзошли ожидания, очень сильно превзошли. То есть, на самом деле, я удивлен, насколько быстро и здорово нам удалось сделать этот механизм работающим. То есть, я сейчас могу совершенно четко сказать, однозначно, что результат проекта положительный, успешный. В регионе более 1300 социальных участковых. Помимо областного центра, проект работает в Стове, Арзамасе, Богородске и Дзержинске. Проект на самом деле нужный и важный для города, я думаю, для любого муниципалитета. Это не просто собрать проблемы, это не просто пообщаться. Это в том числе и замотивировать жителей микрорайона, квартирного дома, начать общаться между собой, выходить на субботники, устраивать праздники, двора. Сотни приведенных мероприятий и тысячи решенных проблем. Социальные участковые – проект, который не на словах, а на деле доказал свою эффективность. Служба информации Наталья Куликова, Алексей Калякин. Умиление зрителей и, конечно, аплодисменты. Такое признание получили воспитанники социально-реабилитационного центра «Бригантина» на мероприятии «Семья. Надежный тыл», которое прошло в Центре социального обслуживания Канавинского района после концерта мастер-классы. Вообще участников получилось больше, чем мы пригласили. Видимо, они пригласили друг друга самостоятельно. Детей где-то в районе 20 человек и в районе 40 человек взрослых. Наталья Жукова занимается в Центре больше полугода. Она желанный гость любого мероприятия. Я вот в основном люблю вязать, вышивать, рисовать, какие-то фигурки делать. Вот это для меня больше. Ну, я также и на зарядку хожу, и на гимнастику хожу. А как же? На цигун хожу. Так что мне здесь очень интересно. Наталья вяжет носочки, а в соседней комнате мастер-класс по изготовлению открыток «Коню защитника Отечества». Этажом ниже готовятся печенья, изготавливают куклы Берегиня, а волонтеры Победы учат своими руками делать окопные свечи. Время горения от 6 до 8 часов. Свечи отправят участникам в специальные военные операции. Люди все настолько способны, настолько горят глаза, так хочется помогать другим. Проект, собственно говоря, о том, как люди, даже те, которые оказались в сложной жизненной ситуации, находят в себе силы, желания и возможности делать добрые дела и помогать другим. Мероприятие проходит по проекту «Сила добровольчества» при поддержке фонда президентских грантов. Проект играет важную роль в адаптации переселенцев из ДНР, ЛНР и в организации поддержки бойцов СВО. И, кстати, это уже не первое благотворительное мероприятие, которое проводит Центр. У них уже есть несколько благодарственных писем от участников специальной военной операции. И вот что они пишут. Ваша помощь является важной составляющей на пути к нашей победе. Пусть вам в вашей деятельности сопутствует удача, успешно реализуются намеченные планы, творческое вдохновение никогда не угасает, а каждый день приносит радость созидания. Служба информации Анастасия Морозова, Иван Масов и Эвелина Колобова. Нижегородские медпроизводители представили свои научные разработки на стенде региона на выставке в форуме «Россия». По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, наши промышленники активно работают над импортозамещением зарубежного медицинского оборудования и материалов. Так, саровские специалисты создали систему для гемодиализа на основе разработок ученых Университета Лобачевского. На одном из предприятий в Нижнем Новгороде производят различное оборудование для диагностики сердечно-сосудистых заболеваний. Огромные значения имеют и те разработки, которые уже сегодня применяются для помощи бойцам СВО, в их числе крововосстанавливающие бинты с гелем, которые намного эффективнее, чем их аналоги. Образовательный проект «Уроки с путешествием» может быть масштабирован на всю страну. Об этом в своем телеграм-канале рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. «Уроки с путешествием» – совместный проект Нижегородского и Волгоградского регионов, своеобразные выездные уроки для десятиклассников. В течение дня юные нижегородцы знакомятся с историей Сталинградской битвы в Волгограде, а волгоградские – школьники с подвигом ополчения имени Непожарского в Нижнем Новгороде. Глеб Никитин поблагодарил за поддержку вице-премьера Дмитрия Чернышенко и добавил, проект для нижегородских школьников будет продолжен. Уроки с путешествием планируют провести уже в Санкт-Петербурге. Редактор субтитров А.Семкин